Дим, помнишь, я ходила в центр сдавать анализы? Ну? Пришли результаты. Оказалось, что у меня ВИЧ. Как СПИД? Это тот случай, когда театр начинается не с вешалки, а со СПИДа и ВИЧ. Студенты-психологи из ПЕД-университета, которые уже известны публике по спектаклям «ВИЧ-подруги» и «Мой друг-наркоман», представляют новый проект – форум театров, в котором каждый зритель может примерить на себя роль ВИЧ-инфицированного. Понять, каково это, объяснить парню, что ты больна, и он, видимо, тоже. А откуда у вас ВИЧ? Я не знаю, может от отца. Или признаться своим родителям в страшном диагнозе. Я очень сильно нервничала, и, если честно, то да, я прям почувствовала все на своей шкуре. А вам приходилось чем-то признаваться родителям? Самый тяжелый момент был, когда я призналась родителям, что я не хочу учиться до 11 класса. Ежедневно в России происходит 200 случаев заражения. Каждый день 4-5 жителей Алтайского края узнают о своем положительном ВИЧ-статусе. Всего в регионе проживает порядка 20 тысяч ВИЧ-инфицированных. 20 лет назад на ВИЧ-карте Алтайского края еще были пустые места. Сейчас в регионе уже не осталось незараженных районов. Среди лидеров – Бийский, Егорьевский, Смоленский, Красногорский, Рубцовский районы. Это ситуация, которая может произойти с каждым из нас в обыденной жизни. Жизнь есть, жизнь идет дальше, в ней можно существовать. И главное – знать, какими способами, например, преодолевать эти разные трудности. Сегодня медицина гарантирует долгую жизнь ВИЧ-позитивным при условии, если человек принимает терапию. Кстати, 40% заражений происходит половым путем. Поэтому здоровым людям надо помнить об элементарных правилах защиты. Предохраняться, пользоваться только своим шприцем. Тогда с ВИЧ-инфекцией вы будете встречаться, например, как эти студенты, только на спектакле, как зрители. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.